Я познакомилась с Юлией Кувалдином 19 мая на презентации «Альманаха Нины Красновой и Олова Арфа» в библиотеке «Ди Сент-Экзактюрей». Меня поразило в первую очередь тем, как он быстро все сорганизовал, все мероприятия, быстренько всех, как говорится, прогнала стройку, как говорится, по Спасской, потому что у Нины Красновой вечера всегда очень затягивались, ей было сложно все сорганизовать, было очень много авторов, было очень сложно кому-то отказать или сократить во времени, а Юлий Кувалдин все взял в свои руки и четко, так сказать, все распределил. И за полтора часа все так быстренько закончилось. Меня это настолько поразило. Я вспомнила о роли, так сказать, мужчины, не то что в семье. Вот у него такая вот была, так сказать, меня поразила его мужская сила, даже вот сила не только вот как бы сексуального плана, а сила отца, сила хозяина, сила лидера. Вот. И вот он как отец такой строгий, но справедливый, все взял в свои руки. Вот если бы побольше нам таких отцов в нашей жизни, в нашей стране, то было бы все прекрасно, просто, ну, так сказать, я вспомнила своего отца, как у нас это в семье было, что он был главой семьи, и никто ему не мог перечить, то есть даже никто не пытался, вот в чем дело. Он просто сам по своим присутствием все организовывал. Вот так же Юлий Кувалдин, он все организовывает своим присутствием. Но сегодня он что-то слишком доброе, я так боялась идти на этот вечер. Ну, а сейчас как опять по стропе прогреть? Вот нет, он как-то сегодня такой расслабленный, и даже как-то странно лить его в этой пострати. Но, так сказать, войдя в этот зал, я встретилась, можно сказать, с классиком. Это поразило себе новому облику, который очень сильно отличался от того, который я видела 19 мая. Вот так что мне тоже как-то понравилось. Ну ладно, что я хочу сказать. Да, проза у меня действительно очень сложная, так вот сразу его, ну, как бы не воспримешь, потому что там фантасмагория, такая интеллектуальная проза. И что, я начала, конечно, читать, с удовольствием прочла, вот это первая станция, где Гартовская, читала почти всю ночь. Но там я все время натыкалась на, ну, уже не в этом прождении, а там следующих, на всякие сексуальные такие вот вещи. Я просто не ожидала там встретить. Я так, знаете, накрывала книжку и сидела. Нет, я не могу это читать. Вот, это когда-нибудь я не могу. Нет, потом надо все-таки почитать все-таки, что это такое. Потом я так приходила в себя и все-таки думала, что почему, собственно, нет, это же в мировой литературе такое есть, а почему, собственно, и эколог не может это писать. Ну, больше всего мне, конечно, понравился роман «Счастье», потому что там вот даже не только, вот, как сказал Александр Тимофеевский, дело в работе, а, вы знаете, живут люди вроде непритязательно в каком-то таком деревне, в поселке. Вроде живут как бы современном меркам плохо, вроде у них там домик такой какой-то захудалый, и работают постоянно, и вот это вот, как бы, выпивки, все. Но они счастливы. И вот это меня больше всего поразило, потому что вот они счастливы тем, что им нравится работать, им нравится выпивать, им нравится вот этому человеку общаться со своей семьей. Все они делают вместе, все хорошо, все прекрасно. Мне это так поразило. Мне нравится, что такое может быть. Но, наверное, может. И дело здесь в том, не в том, где мы живем, и как мы живем, и с кем, а дело у нас самих. Дело в состоянии души, потому что счастье – это состояние души. Вот что хотел, наверное, показать и сказать Юрия Кувалдин этим произведением. Ну, что сказать насчет кофейной девушки. У меня в прошлом году в издательстве время вышла книжка «Кофейная девушка». С этой книжкой я выступала на презентации монаха Илла Варфа. Ну и там стихотворение «Кофейная девушка», которое уже стало таким хилобратным брендом. Ко мне привыкло такое название. А теперь называют меня «Кофейная девушка». О, Юрий Александрович, не хочешь, что я его почитала? Я почитаю стихотворение «Зеркало». Я тайно влюблена в зеркальное стекло. У зеркала стою в одном пустынном зале. Давно меня сюда безудержно влекло, как будто вы меня здесь очень-очень ждали. Я вглядываюсь вдаль, в зеркале за зеркал, сверкание теней, трепещущие блики. Да, кто-то там меня настойчиво искал. Вовсюду расплескал свои сквозные веки. Ласкающий покой, обманчивая гладь. В туманной полутьме прозрачная оконция. И я приду к тебе, приду к тебе опять, о зеркало моё, моё ночное солнце. Я хочу поздравить Юрия Александровича с днём рождения, с юбилеем. И я, конечно, слышала, что он очень много работает, но всё-таки от работы такой не дохнут. Лучше так много и работать, и периодически отдыхать. И для того, чтобы Юрий Николаевич отдыхал, я хочу ему подарить вот такое вот приспособление для отдыха. Спасибо, дорогая. До новых вам лет жизни, успехов в труде, в творческой работе. И всего самого наилучшего. Людмила, чудесное стихотворение. Я небольшое эссе об этом стихотворении написал. Оно меня так тронуло. Как-то оно из ничего совершенно состоит. И вот это зеркало мы сталкиваемся, по сути дела, каждый день, каждый человек сталкивается, видит своё изображение. Но изображение луживо. Мы видим себя не так, какие мы есть на самом деле. В перевёрнутом виде. И когда вот через два зеркала смотришь, думаешь, господи, что это я такой, а не такой. Там нос чуть влево, а тут нос чуть вправо. Это любопытно. И вот Людмила сделала, казалось бы, это лежит на поверхности, тематика зеркала, как бы считается банальным уже писать об этом. Она в этом известном нашла такой тончайший поэтический ключик к раскрытию своей души. Спасибо.